Здравствуйте! С вами студенческие новости Академии Матусовского, студии Лилия Чуя. Стоп, 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 Лилия, ну что-то такая серьезная. Вдошлась новости и основные темы сегодняшнего выпуска. Ну какие основные темы? У нас новогодний специальный выпуск. Мы должны зрителю подарить праздничное настроение. Держи! Тогда ловите наше новогоднее настроение! Мы же с вами уже давно сотрудничаем и вот такая дружба, она, знаете, нас подтягивает, дисциплинирует. Мы из Луганска, но мы создаем, мы живы, мы творим и продолжаем творить. В работах наших студентов, как всегда, поражает многообразие мысли, полет, неуемный полет творческой фантазии и умение передать свои чувства, свое восприятие. Сережа, ты веришь в настоящее новогоднее чудо? Да, если там много шоколадных конфет. А я побывала там, где есть не только конфеты, но и произошло настоящее новогоднее чудо. Смотрим. Ну а с конфетами пора завязывать. Самый душевный предновогодний праздник, которого ждут все дети – День Святого Николая. Особенно эти дети – воспитанники Лутугинской школы-интерната. Они знают не понаслышке, что такое дружба, а их семьей стали такие же воспитанники, как и они сами. День Святого Николая – одно из тех мгновений, когда каждый ребенок чувствует себя по-настоящему счастливым и нужным. Поэтому наши студенты уже четвертый год приезжают к тем, кто их ждет и, как никто другой, желает увидеть настоящую новогоднюю сказку и, конечно же, подарки. В ответ на призыв студенческого совета их собирали всей академией. Это все от чистого сердца, от души для того, чтобы порадовать наших деток. А еще были сладости и прочие угощения, купленные на деньги, вырученные на студенческой ярмарке. Собрать средства помогли и наши друзья – кафедра менеджмента, фирма «Консервис» частного предпринимателя Александра Филипенко. Окунуться в настоящую новогоднюю сказку детям помогли сказочные персонажи – добрый Оля Лукоя и забавный Кузя. Знакомство начали с веселой развлекательной игры. Конечно, и тут без бабы Яги и ее друзей не обошлось. Забрали волшебный сундук с подарками, всячески мешали на пути. Но ребята настолько переживали за своих новых друзей, что не только подсказывали им путь, но и помогали отыскивать подарки, отгадывая сложные загадки и танцуя. Пальцы вверх! Плечи подняли! Голову забрали! Голову забрали! Чучуа! 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 А Дед Мороз и Снегурочка привезли долгожданные подарки и вместе с детьми зажгли новогоднюю елку и закружили дружный хоровод. По секрету ребята нам рассказали, что персонаж Кузя понравился больше всего. А Кузе играл Роман Борисенко, студент четвертого курса в кафедре театрального искусства. Он режиссер-постановщик этой новогодней сказки. Признается, что играть кого-то другого даже и не думал, ведь схожесть не только внешне, но и по характеру. Бегом в зеркало. Бегом в зеркало. Я Кузя. Нет, я не Кузя. Я домовенок Кузя. Мы же с вами уже давно сотрудничаем. И вот такая дружба, она, знаете, нас подтягивает, дисциплинирует и хочется на духовность, на культуру направляет. Наши студенты, наверное, впервые ушли со сцены не за кулисы, а в зрительный зал уже в качестве зрителя. Воспитанники Лутугинской школы-интерната тоже подарили нам свою особенную сказку, которая равнодушной никого не оставила. Маленькие снежинки, ангелочки, волчата, феи и даже символ предстоящего года – петушок – просто умиляли нас, взрослых. Теперь мы смело можем сказать, что настроение у ребят новогоднее, а впереди еще не одно новогоднее чудо. Ну что ты, Золушка, наших студенческих новостей. Что ты, Золушка? Это что, не твое? Вообще-то нет, новостной принц. Ты ты, наверное, Юлия Викулов принесла? Где она взяла? Ну, смотри, узнаешь. Пока зал ждет своих зрителей, актеры и декораторы активно готовятся к встрече гостей, чтобы удивить их ярким сценарием и необычным сюжетом. Всем нам с детства знакома сказка «Золушка», и казалось бы, что ничего нового мы, прочитав, ее не узнаем. Но не тут-то было. Актеры, среди которых мы можем увидеть студентов нашей академии и режиссер театра на обороне Анатолий Яворский, решили в канун Нового года показать нам немного измененную версию известной сказки. Мы взяли за основу детскую сказку «Золушка», и не то, чтобы мы ее прям осовременили. Мы ее играем для взрослых, играем со взрослыми песнями, со взрослым отношением. Но, в принципе, это сказка «Золушка», новогодняя сказка. Акцент мы делали в этом году в мюзикле больше на вокальный материал, на музыкальный материал, нежели на диалоги. Это адресная постановка, целью этой постановки мы, скорее всего, для себя ставим хорошее настроение у зрителей. А оценить великолепную игру актеров, интересный сюжет и прекрасные костюмы новогодней сказки «Золушка» в Луганском академическом украинском музыкально-драматическом театре на обороне вы сможете вплоть до 8 января. Приходите сами и приводите друзей. Будет весело и интересно. Организатор уже четвертого по счету фестиваля «Серебряный колокольчик» – цикловая комиссия хорового дирижирования отделения музыкального искусства колледжа Академии Матусовского. Цель – найти одаренных детей и не пропустить талант. В этом году конкурс собрал рекордное количество участников за все годы его проведения. Заявок было около ста. Из Луганска, Ровеньков, Краснодона, Ирмина и других населенных пунктов республики. Возраст участников от 7 до 16 лет. В этом году на конкурсе выступили не только учащиеся школы эстетического воспитания, но и ребята из общеобразовательных школ республики. Мы будем оценивать участников по таким критериям, как вокальное мастерство, вокальная техника, образное исполнение, конечно, эмоциональность, артистичность. А мы с вами будем просто наслаждаться прекрасным пением. Лиля, Лиля, до чего техника дошла? Тебе и здесь, и там показывают. Это не техника дошла. Это наши студенты реализовывают себя на всех возможных творческих площадках. А поподробнее? А об этом тебе подробнее расскажет наш корреспондент Елизавета Лимаренко. Интересно. Правда, интересно. Искусство «Жить по Далю». Под таким названием проходил международный творческий конкурс. Библиотека Горького собрала в своих стенах тех, кто неравнодушен к родному языку и истории, помня, что Владимир Даль – казак-луганский хранитель народных традиций. Основная цель конкурса – привлечение молодежи к изучению русского языка. Проходил конкурс в трех номинациях – «Диалоги с Далем», «Русская душа в сказках и пословицах Даля», «Владимир Даль и 21 век». Свои работы представили участники Луганской и Донецкой народных республик и Российской Федерации. Здесь видно, что идет культурная жизнь. И уже хорошо, что ребята что-то изучают, высказывают свои мысли, идут свои дороги. Это замечательно. Студенты Академии Матусовского не могли обойти стороной такое событие. Они нашли нестандартный подход к участию в конкурсе и смогли удивить жюри. Жанровое разнообразие работ очень велико. Художники и аниматоры представили иллюстрации к произведениям казака Луганского, электронные варианты книг для детей по сказкам Даля, фотографии, анимационные ролики, портретную лепку и портреты в стиле самого писателя. Готовясь к конкурсу, студенты вместе с руководителями Оксаной Соловьевой и Татьяной Дьяковой посетили музей имени Даля, познакомились с его сказками и пословицами. Я, честно говоря, не рассчитывала, что студенты-художники вот так откликнутся на призыв, принять участие. Им очень понравилось. Я была поражена количеством заявок. То есть 35 человек – это немало. Студент второго курса специальности скульптура Евгений Щетина специально для конкурса создал бюст Даля. Он отметил, что конкурс принес ему массу положительных эмоций, работа была проведена колоссальная и результат оправдал ожидания. Самое сложное найти было характер. В конце концов, в результате я доволен. И я рад, что может быть и лучше, а может быть и хуже. Но я рад, что она на достойном уровне. Более 300 работ было заявлено на участие в конкурсе. И лучшие были представлены на этой выставке. Здесь находятся работы и наших студентов. Например, студентки пятого курса Вегеры Анны. Я иллюстрировала пословице Даля «милее всего, кто любит кого». Здесь я хотела изобразить человеческие чувства. Когда два человека нравятся друг другу, но не боятся об этом признаться. И как долго вы готовили работу? Около месяца я изучала пословицы, выбирала, рисовала эскизы. И вот то, что мне было по душе, я изобразила. Не менее яркой и впечатляющей работой удивила студентка магистратуры специальности компьютерная графика Виктория Гашина, которая представила свой мультфильм «Подарок» по пословице Даля. Кого любишь, тому сам даришь, а не любишь и от него не примешь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Неудивительно, что студенты Академии оказались самыми активными, поэтому жюри конкурса наградили Академию Матусовского специальным призом за мастерство и профессионализм художественного воплощения, креативность и глубокое раскрытие тематики конкурса. В работах наших студентов, как всегда, поражает многообразие мысли, неуемный полет творческой фантазии и умение передать свои чувства, свое восприятие. Победители конкурса были награждены кубками, дипломами и книгами. Мероприятие вызвало бурю позитивных эмоций, подняло настроение и вдохновило на новые творческие планы. Мы поздравляем победителей конкурса и ждем от них новых свершений и новых побед. Знакомьтесь, друзья, это наша коллега, студентка колледжа Академии Матусовского Екатерина Цвигун. Девочки, совсем недавно вы вернулись с Московского международного молодежного фестиваля кино и телевидения Останкино. Скажите, профессионалы, я правильно веду новости? Сережа, опять ты! Катя, поделись впечатлениями. Знаешь, Сереж, раньше у меня была мечта увидеть самого Останкино. Теперь моя мечта осуществилась. Думаешь, я осталась без мечты? Нет, я придумала себе новую. Теперь я мечтаю работать на Первом канале. Катя, а можно позаимствовать твою мечту? Ну, кто не желает работать на Первом канале? Мечтай, мечтай, Сереж. Ребят, ну а первым шагом к достижению вашей мечты станет просмотр нашего следующего сюжета. Сереж, ты зачем? Да, звезды стоят, просто слепят, не видно ничего. Кто не рискует, тот не побеждает. Принять участие в Московском международном фестивале кино и телевидения Останкино рискнули и мы, и не прогадали. Студенческие новости колледжа Академии Матусовского заняли третье место в номинации «Лучшая информационная программа». Награду получили заслуженно и из рук популярной телеведущей Лены Летучей. Я хотела бы поблагодарить в первую очередь своих преподавателей, весь творческий коллектив Луганской государственной академии культуры и искусств нашего колледжа. Я надеюсь, что это станет для нас творческим толчком, и мы еще не раз встретимся на этом фестивале. Мне же награду в номинации «Лучший ведущий информационной программы» вручил радиоведущий Давид Шнейдеров. Лилия Чуяс, Луганская государственная академия культуры и искусств имени Матусовского программа «Студенческие новости». Вот эта награда – это, знаете, возможность сказать о том, что мы из Луганска, но мы создаем, мы живы, мы творим и продолжаем творить. Но главным подарком стали вовсе не дипломы, поздравления и даже не кубки, а мастер-классы от известных телеведущих, операторов, режиссеров и актеров. Полученный опыт, который на вес золота, уже применяем. Мария Штейн, журналист-телеведущая на канале НТВ, поделилась своими секретами написания информационных текстов. Их правильной начитки и рассказала о способах подготовки ведущих к прямому эфиру. Известный автор и ведущий программы «Синемания» на радио «Комсомольская правда» Давид Шнейдеров рассказал о том, как правильно расположить сложного собеседника к разговору в прямом эфире. Поделился с нами своим видением того, каким должен быть современный тележурналист. Организаторы проводят данный международный фестиваль кино и телевидения каждые полгода. Поэтому мы надеемся, что совсем скоро наши студенты привезут из Останкино еще много заслуженных наград. Сереж, ты что делаешь? Репетирую, как я буду загадывать желание на Новый год. Не мешай, отстань. Слушай, а ты своими репетициями просто нас без академии оставишь. Ну, по крайней мере, ты знаешь, что Новый год состоится у тебя точно. А у кого-то он не состоится? Ну вот смотри, сам и узнаешь. Она исполняет желание каждого, причем сразу по три. Но сегодня золотая рыбка сама будет просить у Деда Мороза. А что именно и состоится ли вообще праздник, сейчас узнаем. Новогодний переполох в подводном царстве. Так называется театрализованное представление для детей, которые разыграли студенты кафедры театрального искусства Академии Матусовского. Жители подводного мира впервые решили отпраздновать Новый год, но на их пути оказалось немало преград. С помощью золотой рыбки и черепахи Матильды Новый год все-таки удалось спасти. Оживели сказку и маленькие участники представления. Дети из хореографических студий «Капитошка» и «Антре» Детской академии искусств. А студентка колледжа Алина Воронина на время спектакля перевоплотилась в настоящую русалку. Моей дочери тоже понравилась очень интересная находка. То, что новогодняя сказка в подводном мире. То есть очень интересный сюжет и очень много было мероприятий, действий с детьми. То есть всевозможные игры, танцы. Главное, что добро, как всегда, победило зло. А Дед Мороз и Снегуркой подарили подводным обитателям настоящий праздник, а зрителям замечательное настроение и веру в чудеса. К сожалению, это был последний выпуск студенческих новостей в 2016 году. Сереж, ты куда? У нас еще запись. Академия останется целой, Лиль. Мы надеемся, что мы вам подарили настоящее новогоднее настроение. И пусть 2017 станет годом неожиданных и только радостных событий. Мы желаем вам любви, мира и добра. С наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok